Свой мониторинг работы нового комплекса наша съемочная группа решила провести на выезде из города. Механизм прост. Благодаря специальному оборудованию сотрудник госавтоинспекции сканирует документы водителя автомобиля и полноценно проверяет, числятся ли на его машине какие-либо нарушения, совершенные на территории Республики Беларусь. В случае выявления неоплаченных, автомобилисту необходимо оплатить их на месте с помощью банковской карты. Если это невозможно, правоохранитель изымает водительское удостоверение. Комплекс «Мобильный инспектор» состоит из планшета, подключенного к специальному выделенному каналу связи, мобильного принтера и специального программного обеспечения. Основное направление делается на нерезидентов Республики Беларусь. За практический час работы сотрудники ГАИ остановили для комплексной проверки пять автомобилей. В четырех случаях за водителями числились неоплаченные штрафы. С начала текущего года к административной ответственности привлечено более пяти тысяч водителей, которые не являются гражданами Республики Беларусь. С июля месяца, с момента работы комплекса «Мобильный инспектор», к административной ответственности привлечено 2543 водителя. Основные нарушения данной категории участников дорожного движения – это превышение установленной скорости движения. «Мобильный инспектор» – система с серьезным оснащением. Постановление выписывается на месте. Ознакомленный с имеющимися в базе нарушениями водитель подписывает документы электронной подписью. Вся информация сохраняется. Стоит отметить, что и база нарушений обновляется ежедневно. Поэтому уйти от ответственности не удастся. Возвращаясь к остановленным автомобилям, стоит сказать, что больших штрафов за водителями не числилось. Как правило, очевидное никто не отрицал. Иногда, когда едешь уже тысячу километров, там, тысячу пятьсот, уже под конец, ну, немножко устаешь, уже ждительность чуть другая. И поэтому вот... Со временем комплекс будет еще дооснащен. В ближайшей перспективе с его помощью сотрудник ГАИ сможет проверить не только штрафы, но и наличие прав у водителя действующей медицинской справки технического осмотра транспортного средства.